Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас четверг, 25 мая. Новость у нас такая. Агрессивный пациент напал на бригаду неотложной медицинской помощи. Медики доставлены в больницу. Медики службы неотложной медицинской помощи часто сталкиваются с физической или выраженной в словесной форме агрессией со стороны пациентов и вовлеченной в вызов стороны, сообщает агентство ЛЕТО. По информации службы, 11 мая агрессивно настроенный пациент, возможно из-за заболевания, напал на бригаду медицинской помощи обоих помощников, врача и водителя оперативного медицинского транспорта. Несмотря на то, что работники в этом случае получили легкие травмы, дежурство они продолжать не могли. И их было необходимо доставить в больницу. Сейчас обстоятельства произошедшие выясняет полиция. Главный специалист по общественным отношениям НМПД Арита Фреймане пояснила, что специфика НМПД работа в условиях повышенного риска. Например, бригада может пострадать в результате дорожного транспортного происшествия, спеша на вызов. Кроме того, бригада должна оказывать помощь специалистам в местах аварий, в заброшенных зданиях, посреди леса, пострадавшим во время бури и в других ситуациях, которые могут угрожать и безопасности самих медиков, пояснила Фреймане. Риск несет и агрессивное поведение людей в местах вызова. Фреймана признала, что грубости и высказанные на словах угрозы обычное дело для бригад медицинской неотложной помощи, скорой медицинской помощи. На вызовах, так и для диспетчеров телефона 113, выслушивающих звонки жителей. Однако, в местах вызова агрессия может выливаться и в физические действия. Несмотря на то, что в основном в таких случаях бригаде удается предотвратить дальнейший конфликт и люди травмы не получают, часто агрессия поражается в виде толкания и пинания медиков, а также ударов по окнам оперативного автомобиля, пока в нем оказывается помощь пациентам. Медики службы переживали и ситуации, когда во время вызова им угрожали кухонным ножом или предметом, похожим на оружие. Вот что вытворяют люди. Что творится с людьми, друзья? Это в страшном сне, это я добавляю сейчас, это в страшном сне, не могло даже присниться, буквально, ну, несколько десятков лет назад. Не буду называть сколько. Это вы посмотрите, это жизнь доводит людей. Да? Ну, конечно, ну и болезни, естественно, да. Да, ну, чтобы вот так вот. Фрейманы сообщила, что каждый год регистрируется и несколько случаев, когда в результате нападения сотрудники бригад получаются тяжелые травмы, за которыми следует длительное лечение. Я немножечко здесь точку поставлю. Друзья, я не конспекты свои пишу, да, так что бывает, что здесь опечатки. Я это давно заметил. Да, да, да. Вот я хоть и зачитываю, раз, два, все равно бывает. Вот пропускать, думаю, надо там не пропустить. Опечаток очень много. Ну, ладно, продолжаем дальше. Одно из последних тяжелых событий произошло осенью прошлого года, когда во время вызова вдали от жилых мест тяжелое ножевое ранение получил водитель оперативного транспорта. Вообще ужас. Фрейманы также отметила, что слова о том, что нападения происходят только под влиянием одурманивающих веществ, миф. Ну, типа только одни наркоманы так могут действовать. Нет. Можно с ума сходят люди уже просто от такой жизни. От такой жизни. Вот уже такая агрессия, знаете, вот такая не в физической форме агрессия, а иногда вот с человеком начинаешь просто так заговорить что-то там. Иногда в магазине. Господи, я думаю, зачем я это начал человеком? Друзья, и сам не рад. Это уже не раз было такое. И знаю, что я с этим человеком работал, ну, на одном из заводов. Такая агрессия в словесной форме, и все. Ну, я отворачиваюсь и пошел. Это к примеру сказано. А тут, посмотрите. Медицинская, ну, скорая помощь приехала, и на них уже нападают. Это ужасно. Что дальше будет? Ну, это так, это я вежливо привел пример. Я уже молчу уже в других-то местах. Посмотрите, как отвечают иногда продавцы. Иногда как отвечают в других местах, куда-то едешь отдыхать. Да на том же рынке рижском иногда такая агрессия идет. Спрашиваешь вот по делу, что-то там, что-то, а нам надо то-то. Господи, как понесут, понесут. Ой-ой-ой-ой-ой. За редким, конечно, исключением. Ну, все чаще, чаще и чаще начинает проявляться агрессия. Люди обозленные. Ужас, друзья. Продолжаю дальше. Иногда фоном агрессии со стороны пациентов или их близких является накопленный стресс. Ну, я говорю, вот, гнев, недовольство, чрезмерная нагрузка или другие подобные факторы. Вот я вот из этой вот примера, я вам тоже пример подаю, рассказываю. Вот мы сталкиваемся часто, потому что заметили, вот, подписавшиеся, может быть, не видели. Зайдите, посмотрите на наших видео. Да, много видео, друзья. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, да. Так я вот это говорю. Вот посмотрите, вот, пожалуйста. Стресс, гнев, недовольство, чрезмерная нагрузка или другие подобные факторы. Вот это в людях накапливается, и они уже не знают, на ком вот это вот, согнать свою вот эту злость. На жизнь, я повторяю, жизнь такая у нас в стране. Еще раз повторюсь. Вот в какие новости не затронь, везде одна и та же ситуация. Вот, пожалуйста, смотрите. Стресс, гнев, недовольство, чрезмерная нагрузка. Какую новость только не начнешь произносить, везде все это связано. Народ до того уже загнали в бедность основной своей массе. Какая тут может быть радость, вот я всегда говорю, счастье и благополучие. Но они уже даже это слышат, им это, знаете как, уже начинают они психовать и нервничать. Да, это я свое мнение говорю. Далее. В то же время она отметила, что рабочая среда и условия работы бригад неотложной медицинской помощи действительно очень сложны. Особенно в связи с тем, что медики никогда не знают, что их ждет на вызове. Да и еще я вам сейчас добавлю, друзья, почему вот эту новость я решил вам рассказать. Я мог бы это просто пропустить. Извините, конечно. Буквально недавно мы вызывали своей маме скорую помощь. Приехали мгновенно. Вежливость. Вообще, ну прямо на слов нету, вежливо. Все сделали аккуратненько. Все разъяснили, пояснили. И, ну в общем, прям, только одни слова с нашей стороны. Одна благодарность идет к ним. Вот если кто-то видит нас, может быть, или нас смотрят. Большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Вы очень большие молодцы, я говорю вам. Просто, я говорю, даже слов нет. Спасибо большое вам за вашу работу проделанную. Вообще все так... Ну кто нас смотрит, видели это видео? Да, мы вызывали скорую. Вот поэтому я эту новость решил все-таки преподнести вам. Но вот эту вот агрессию, я уму непостижимо. И в то же время понимаешь, посмотрите, какая ситуация сейчас. Какая сложная жизнь. Точно с ума уже люди сходят. Сходят с ума. А посмотрите, что творится. Это отдельная, конечно, тема. Вообще в жизни, в семьях. Убивают, избивают. Это ужас, что творится. Топорами. Ножами. Ну это что такое, а? Это что творится? Вот посмотрите. Это только частичные, ну еще чаще и чаще. Это вот один из случаев я вам рассказываю. А их же не один. Их множество. И они все увеличиваются. Вот эта агрессия людей выявляется на вот работниках медицинской помощи. Я уже молчу в других местах. В семьях. Работу, службе в основном выбирают люди с осознанием высокой миссии и желанием помочь другим, понимая риски своей работы. В то же время, события такого характера, когда работники службы сталкиваются с физическим или эмоциональным насилием, могут повлиять на психоэмоциональное состояние. Может вырасти страх и неуверенность в себе. Ну естественно, конечно, такой стресс получат. Они рады убежать, наверное, с этой работы. Но только куда пойдешь? Это легко сказать. А, иди там, на бирже много места. Вон, за воротами там целая очередь. Идите, как нам раньше говорили. Да, на заводах работы, директора и там начальники, извините за выражение, строили из себя. Что там, ой, идите, за воротами там очередь ждет. Да, очередь. Стоило только пару человек специалистов уволиться с завода, с нашего. Все, завод останавливался. И где эта очередь? Это к примеру говорю. А, эта очередь, да. Они так запугивали людей, чтобы они, да, уходите, уходите. И чтобы за копейки работали. И чтобы с утра и до ночи пахали, и даже по ночам. Я это все по теме, это все звенья одной цепи. Я говорю, за что ни возьмись, везде вот эта вот цепочка связанная. Несмотря на то, что НМПД, ну, не отложим медицинская скорая помощь, обеспечивает психологическую поддержку и помощь, происходят ситуации, когда работник после серьезного инцидента на вызове прекращает работу в службе и предпочитает работать в более спокойных условиях. Практики семейного врача или стационария. Ну, я говорю, они вот уходят. Но все равно они не могут перестроиться вот с этой профессии на какую-то другую. Повторяю, как другие говорят, иди там на бирже много места, рабочих мест. Ну, куда они пойдут? Как они переквалифицироваться будут? Всю жизнь учились, всю жизнь они стремились к этой работе. И вдруг пойдут они каким-то слесарем? Или же там на складе работать, или в магазине упаковки с макаронами раскладывать тоннами? За копейки, за минималку. На бумаге говорю. На бумаге. У нас не 600 на руки. Повторяю. А еле-еле 500. Разговаривал с людьми. А то и меньше. Напишите комментарии. Кроме... Ну, кто связан с этой работой в магазинах? Кроме психологической поддержки службы, введены и несколько мероприятий по безопасности. Например, кнопка СОС. Для быстрой связи бригады неотложенной медицинской помощи с Центром оперативного управления. В случае прямой угрозы. Камера видеонаблюдения в машинах бригад. С целью улучшить безопасность и защиту бригад служба сейчас работает над дополнительными нововведениями. Планируется обучение персонала в самообороне. Вот это. Ну, как оно к войне готовится. Смотрите, не точно. И есть возможность улучшить форму для специфических случаев нападения. Ну, точно. Тут, я говорю, не надо никакой министерства обороны. И не надо готовиться к войне. А вот, пожалуйста. Как на войну уже подготавливать будут. На вызов это все. Им надо уже сюрпризом готовиться. К бою. И походу, да. Кроме того, неотложенная медицинская помощь разработала и подала в Минздрав для принятия решения предложение изменений в нормативных актах. Я говорю, столько опечаток. Чтобы персонал, бригад, службы мог применять средства самообороны в случае угрозы. А также предложение о необходимом финансировании для введения нательных камер для бригад. Вот ведь нательных я не ошибся. Фреймены пояснила, что цель введения таких дополнительных средств безопасности удержать находящихся в месте вызова людей от возможной агрессии. А оперативнее реагировать в момент угрозы. И если бригада находится за пределами оперативного транспорта, в случае, в случае, в очередь, в случае произошедших нападений, это помогло бы для нуж следствия. Много ошибок. Ну ладно, не в этом дело. Надеюсь, вы поняли. На этом я буду заканчивать эту новость. Конечно, можно это до бесконечности обсуждать. Все равно напишите комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Желаю, вот в этом случае, друзья, я всем желаю, да и всегда я всем желаю, но в этом отдельно и дополнительно желаю всем, прежде всего, здоровья. Не болейте, берегите себя. Вот сейчас будет похолодание, буквально сегодня вечером начинается похолодание. Одевайтесь, соответственно, конечно. Конечно, сильно не кутайтесь, потому что можете просто вспотеть. И вас летом даже заболеть можно серьезнее, чем зимой. Вплоть до воспаления легких и так далее. Я это знаю, друзья. Лежал в больнице с такими людьми, которые летом, просто летом от сквозняков, они потели и были мокрые. И мгновенно простывали двусторонние воспаления легких. Я никого не пугаю, я просто предупреждаю, что идет похолодание к нам. Ну, не такое сильное, но похолодание. До следующих видео, друзья. Всем еще раз здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания. Всем спасибо. До следующих видео новостей. Субтитры сделал DimaTorzok